Девушки отдыхают Девушки отдыхают И быстрых поездах И пусть Господь прикажет мне уснуть Я буду ждать и освещать твой путь Мне хотелось попробовать сделать историю любви Историю мелодраматическую О том, что человек добился в жизни всего А все-таки самое главное Он потерял эту любовь Которую, в общем-то, так сказать Ради которой, собственно говоря, все живут в белом семье Мне кажется, скорее всего, это фильм о власти с человеческим лицом Это все Дамы и господа Благодарю за внимание и постараюсь быть кратким Я убежден, что неправомерно причислять Россию К странам с развивающейся экономикой Россия Страна с развитой экономикой Хотелось бы отметить, что Предложенные рекомендации Вряд ли будут для нас продуктивны Непродуктивно пытаться Подгонять экономику всех стран Под единый стандарт Мы в этом уже убедились Поэтому, я думаю, так же Бессмысленно копировать чужие модели Без учета о специфике страны Ее исторического опыта И базовых ценностей народа У них такие же судьбы Такие же проблемы Такие же В чем-то несчастливые В чем-то счастливые Люди, которые обычно ходят по улице Думают, что это У них все в шоколаде Они глубоко ошибаются У меня драматическая роль Она главная Но, к сожалению, не очень большая Потому что основная часть истории Происходит в моей молодости В моей юности даже Папуля, милая Ой Я еще слышала Я все знаю Не плачь Врачи тоже могут ошибаться Не плачь Не плачь Моя героиня Убегает от своей любви Потому что очень больна И она не хочет Причинить боль Ее любимому человеку И она убегает Уходит совсем в другую жизнь Скрывается от своего чувства И вот через много-много лет Она встречает Любовь Своего детства Когда уже у нее Другая семья Взрослая дочь От другого мужа Причем Мою дочь играет Та же актриса Которая играет Меня в молодости Сразу сказал По фотографии Вот это она будет Она и оказалась Это значит Наша значит Маша Вот Андреев Замечательная совершенно На мой взгляд А актриса Молодая Совсем Ученая Еще учится Вот По-моему Она очень Так сказать Хорошо пойдет Просто После Я надеюсь Вообще В кино И в театре Вот Это было точно совершенно Я сразу сказал Вот давайте И на пробах Она действительно Сыграла очень хорошо Довольно На мой взгляд Удачно Найдено Вот это сочетание Оля и Маша Они очень похожи И в то же время Они очень не похожи Потому что Это Две женщины Очень женственные Но Две женщины Абсолютно Из разных поколений И Каждая несет Вот этот шлейф Тот груз В котором Полна Полна Их Жизнь На самом деле Я всегда так Ревниво Где-то Смотрю на девочек Которые играют Моих детей Или меня в молодости Но эта девочка Правда Она замечательная Какая-то такая Окрыленная И Машенька И действительно Что-то вот Общее Неуловимое У нас есть Мне Как Новичку Хотелось Чего-то Интересного Того Чего нет Сейчас В жизни А тут Получается Мне говорят Что здесь 75-й год Россия Я в этом году Даже и не была В проекте То есть Это интересно Я Вот Посмотреть И Америка То есть Наше время Вроде как бы Наше время Но Америка Другая страна Другие нравы Другая Другая жизнь Я вот Когда мы ездили В экспедицию В Америку Это я безумно Я это почувствовала Просто сразу В Москве Трудно снять Америку Поэтому мы поехали Потому что там Бродвей Реклама Туда-сюда В общем Вид на Манхэттен Это все же надо Потому что Это сад Свобода И все прочее Ну и какие-то Знаковые вещи Ну и с актерами С двумя поехали Проходы Какие-либо Потом сцену С его Ограблением Вот там Снимали Место отличное Это Россия Немножечко другое Темпоритм Другой жизни Это чувствуется И отношение К миру Немножечко другое Но На самом деле Такие же люди Говорят может быть На разных языках А чувствует оно и тоже А место действительно Другое Культура Несколько другая Очень забавная Очень интересная Блюдение Теперь твой кошелек Стоит тысячу долларов Я думал мы договорились Нет нет Ты отдашь мне все деньги И я надеру твою задницу Назад Офицеры Офицеры Все под контролем Я помню момент Когда был последний день Съемок героини Марины И с какой радостью Там я отрывала Накладные ногти И когда я прибежала На площадку Мы снимали как раз на озере Как можно было Вот в легеньких туфельках Бегать по песку И это очень комфортно И очень удобно Как ты чувствуешь себя Больше Больше как бы на меня похожа То есть на мой как бы характер Маша она очень творческий человек Она талантливый человек Это точно совершенно Потому что мы сначала Снимаем конец Так сказать Я не знаю Сцены А потом начало В общем Наши все время Не берет Сохранить состояние Это очень трудно Всегда Это в общем Мало кому удается Даже из мастеров Серьезно А вот Маша может Вот уже сейчас Даже будучи студенткой Я думаю Что Почему она Молодец Правда если не прет Это просто буквально Это жизнь Прямо она не может На месте постоять Вот это еще Приходится не сдерживать Потому что просто Она прыгает Выпрыгивает Просто из кадра Пусти меня Пусти меня Пусти меня Пусти меня Мерзали Брать Скоты Трое на одного Трое на одного Скоты Стоп Нет имитации То есть если как бы Ребята как бы Бьют еще Там можно как-то Удар С одной стороны Как бы То мне приходится Если уж вырываться То вырываться Конечно по-настоящему Я не могу это имитировать И как бы Ну эмоции Которые внутри Тот завод У меня как-то Все очень-очень Поздает Я никогда не дралась Как бы В кино Или на сцене Поэтому это так Очень прям Скипает все Отпустите вы меня Ну отпустите Давай Давай Женька В реку Ага В реку Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Неразгаданная грусть Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И учти, теперь в России иностранцев ждут только две опасности Девушки и водка Пока отец С Маркусом мы замечательно учились в одном учебном заведении, в Лгитмике Так что, когда мы узнали, что мы прошли на эту картину Он узнал, ему назвали фамилию, имя, он с германией Пашу помню, Пашу На соседнем курсе, какой еще Паша Что они так, что они так, я не знаю, что Лги, тмик, ужас Как так ты сказал? Лги, тмик Ну, очень, это было, конечно, очень удивительно Потому что я Я не знал, я только не знал, кто там будет играть Главный герой Потому что так же он по сценарию и по 15 лет постарше Вот, именно вот так, я считаю И, ну, потом мы встретились, и было очень приятно Потому что мы, наверное, пять лет не виделись Работать сейчас вместе, это здорово Ты знаешь, что это такое? Вот кто пустил вот эту плесень на... Плесень, вот кто эту плесень пустил на площадку на съемочную? Приятно, когда через какое-то время ты встречаешься с людьми С которыми я был в одних пенатах Бо, и то, что, говорят, щепкинская Ну, в конце концов, муха Давай будем вышли Давай щепкинская А это как бы логичник Нам симпатично друг с другом Вот в Соле мы работали, первый наш такой большой сериал был Салон красоты И там как-то очень много Был очень такой задел Человеческий, профессиональный, вот хороший С Олей очень легко общаться, ну, вне площадки Для меня очень важны отношения человеческие За кадром Муж по фильму, который играет Борис Мизоров Мы уже тоже встречались много-много лет назад Он тоже играл моего мужа Так что мы когда встречаемся Ну вот, у нас кинематографическое просто родство такое Я рад, что именно эту роль играет Оля Потому что она на удивление При ее популярности, занятости И она может дать фору многим актрисам По степени своей коммуникабельности Доброты И всяким тем качествам, которые, как ни странно, довольно иногда несвойственны звездам на сегодняшний день Эта картина для меня цена тем, что пригласил меня сюда сниматься Сергей Сергеевич Тарасов У которого я снималась в 88-м году в фильме «Приключения Квентина Дорварда» И потом, в 91-м году, у нас опять была с ним встреча в картине «Рыцарский замок» Оля хорошая актриса Тем более, я ее, в общем, первую когда-то снимал еще Когда у нас еще студентка была Очень хорошо знаю ее возможности Вот, она тоже очень хорошо выросла По-моему, очень хорошо сыграла То, что я смотрела, все очень мне понравилось И вот прошло столько лет И мы опять вместе Всегда приятно встречать людей, с которыми много связано Вообще, кино объединяет людей Спасибо большое всем! Спасибо всем! До свидания! До свидания! В последний раз я себя так чувствовал лет 30 назад, когда гулял с любимой девушкой Ну почему все мужчины так любят кокетничать своим возрастом? Свет манящий впереди Но ты найди Но ты меня найди В ночной тиши Умолкли голоса Не стало слез Руки за голову! Я искал тебя Я с ума сходил Что ты мог тогда сделать? Одною тебя найду Храни, Господь Храни и не разрушь Хрустальное кольцо Двух одиноких душ Чтоб мы смогли Найти в конце концов В людской толпе Любимое лицо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok